Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел итоговую пресс-конференцию за 2023 год. Она прошла в Белом зале областного правительства и продлилась более двух часов. В ней приняли участие более 60 журналистов, примерно 50 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Ими было задано более 20 вопросов. Глава региона рассказал журналистам со всей области об основных итогах года, экономических перспективах на следующий год, реализации инфраструктурных проектов, миграционной политики, решений кадровых вопросов и даже о том, как и с кем он планирует отметить новогодние праздники. Все подробности у нашего корреспондента Ирины Синягиной, которая работала на мероприятии. 2024 год президент России объявил годом семьи. Поэтому первый вопрос от журналистов касался поддержки семей в новом году. В Тверской области сейчас существует более 50 мер в помощь нуждающимся семьям. И этот список не будет сокращен. Губернатор отметил, что ключевым вопросом поддержки семей является жилищный вопрос, который всегда очень непросто решался. Сегодня для этого, чтобы эти вопросы решать, нужен целый комплекс мероприятий. Хотели бы сделать проект, в том числе из частичного, применив опыт наших коллег, из других субъектов Российской Федерации. Это строительство домов для молодых семей и уже привлечение семейной ипотеки, сельской ипотеки для приобретения этих домов при условии рождения четвёртого и последующих детей. Нам очень важно, чтобы наша мотивация, наши целевые задачи совпадали с задачами нашей страны. И сегодня, как бы мы не хотели, но если мы, как региональные власти, не сможем эффективно решать эту задачу, то за нас эту задачу будет решать сама жизнь. Также журналистов интересовали вопросы сроков окончания строительства западного моста, северного обхода Твери, благоустройства областного центра и малых и средних городов региона, нехватка кадров в медицине и большая бумажная нагрузка на школьных учителей. Один из самых острых вопросов губернатору задал главный редактор медиахолдинга «Тверской проспект» Дмитрий Нечаев. В самом начале нашей встречи сегодняшней вы уже обозначили, как одну из самых важных актуальных проблем – это нехватка рабочих рук, по-простому говоря, в нашем регионе. Существует мнение, что частично эта проблема может быть решена за счёт привлечения мигрантов из, в основном, среднеазиатских республик. Но параллельно с этим, это такое решение, оно порождает массу проблем. Проблемы, понятно, что это нагрузка на социальную сферу, это проблемы с криминогенной обстановкой, также проблемы для демографической ситуации, для культурной сферы. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то альтернативные варианты решения в нашем регионе проблемой нехватки трудовой силы? Глава региона подчеркнул важность затронутой темы и очень подробно ответил на заданный вопрос. Особо отметив, что, во-первых, нужно создавать необходимые условия для закрепления молодёжи в нашем регионе, а во-вторых, всемерно поддерживать позитивные демографические тренды, стимулировать воспроизводство населения за счёт создания как можно большего количества многодетных семей среди коренных жителей Верхней Волжья. И одновременно брать под жёсткий контроль нелегальную миграцию, вводить ответственность работодателей за поведение нанятых ими рабочих. Средсообразным перейти именно к квотированию трудовых мигрантов. И никаких патентов больше не выдавать. А именно должна быть квота у каждого региона, и он должен её обосновать, как по дальнему зарубежью. Считаю, что только на основе жёсткого вот такого квотирования, как это, просто опыт применить, как под мигрантами зарубежных стран, мы можем добиться какого-то понимания, какого-то порядка. В конференции участвовали совсем юные журналисты, но тематикой суть их вопроса была отнюдь не детская. Сейчас проходит акция у нас в регионе, в целом по всей стране, в рамках которой ребята из движения первых пишут письма участникам специальной военной операции. Но у многих возникает вопрос, а успеют ли письма дойти до празднования Нового года на передовую. Волноваться, что письма не дойдут вовремя, не стоит, подчеркнул Игорь Руденя. Мы обязательно поможем. У нас каждую неделю уходит гуманитарный конвой на новой территории, на территорию зоны поведения специальной военной операции. У нас эту работу координирует МЧС России по Турской области. И обязательно вас соединят с руководителем из МЧС, кто этим занимается. И они прям будут вам помогать в режиме онлайн, чтобы вы могли отдать в тот день, когда будет отправка гуманитарного груза, и они вам это все отвезут. И потом пришлют видеоотчет о том, как они передали ваши письма. И могу сказать не понаслышке. Когда мы ездим на территории, то мы видим, сами передавая эти письма, какая огромная радость у наших бойцов. Это даже ценится больше, наверное, каких-то материальных посылок. Представитель движения первых Эльмира Казакова задала губернатору итоговый вопрос на пресс-конференции. И он, конечно, касался предстоящего праздника. Есть ли у вас традиции в семье новогодние? Мы ничем не отличаемся от всех наших российских семей. Что касается традиций, это всегда Новый год встречается в кругу семьи. Я думаю, что у каждого из нас всегда такая традиция была, есть и, надеюсь, будет в любой нашей семье. Это все происходит с родителями. Там дядя и тетя все собираются за семейным столом. Пресс-конференция с представителями СМИ в этом году длилась чуть более двух с половиной часов. За это время губернатор ответил на несколько десятков вопросов от журналистов и поделился планами по развитию нашей области на обозримое будущее. Это и дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, и туристической отрасли, и, конечно, поддержку населения. Конечно, журналисты спрашивали и по поводу обратной связи с жителями региона. Это особая часть работы, подчеркнул Игорь Уденя. В завершении губернатор поблагодарил журналистов за неравнодушие к проблемам области и хорошее конструктивное общение.